Библия призывает радуйтесь, а святые отцы держите ум в аде. Как это понять? Действительно, в Библии мы найдем нередко призыв радоваться. Но самое главное понять, радоваться о чем? В Новом Завете Господь воскресший, обращаясь к апостолам и ученикам, произносит это слово. Апостол Павел неоднократно в своих посланиях верующих призывает радоваться. Мы называем Евангелие радостной вестью. Мы знаем, что это радость об исполнившейся мечте всего человечества, вечно, блаженно, с Богом в любви существовать. И поэтому для человеческого естества, и для души, и для духа, да и для плоти, которая тоже некогда будет воскрешена в момент Второго Пришествия и получит или вечное блаженство, или вечное мучение. Конечно, призыв радоваться о том, что все исполнено, что дар спасения принесен, о том, что он ждет каждого желающего это спасение наследовать, не может не быть источником вдохновения. С другой стороны, святые отцы призывают держать ум в аде. Человек не находится в аду, человек не знает, что такое ад. Но человек в данном случае свой ум держит в аде в том смысле, что говорит себе, что за эти грехи, которые есть у меня в моей жизни, я могу поплатиться вечной блаженной жизнью. За эти грехи я в аде окажусь. И вот это вспоминание умное, своего рода делание о том, что я могу там оказаться, по сути дела и есть пребывание человека умом в аду. Но и еще здесь, наверное, можно сказать о том, что радость это все-таки есть прерогатива сердечная. А держать в аде ум, это все-таки то, что связано с нашим рассудком. В каком-то смысле эти вещи разведены. И поэтому для каждого человека, по сути дела, призыв радоваться и свой ум в аде держать, в каком-то смысле можно свести к такому рассуждению. Мы радуемся о том, что у нас есть Господь, который принес нам дар вечной блаженной жизни. Но мы ужасаемся тому, что мы без Господа абсолютно ни на что не способны, а способны только наследовать ад.